Подаватель кафедры Института международных дисциплинарных исследований Оксана Муцкевича. Так, у нас сегодня такая тема, нас попросили выступить по поводу отёков. Я знаю, что у многих это такой важный аспект отёки, у кого-то мучают отёки в ногах, а мы, девочки, очень любим просыпаться и выглядеть хорошо, чтобы не было никаких отёков под глазами. Для нас это очень важно. И давайте сегодня как раз поговорим на эту тему, как сделать так, чтобы всё, как уйти от отёка, какую диету при этом лучше использовать, какие продукты помогают избавиться от отёков. Ну и самое главное — это причина. Ну и хочу сказать, что самое важное, да, вот многие люди не понимают, самое важное, почему появляются отёки и за какой причины. Да, и вообще отёки в ногах или отёки под глазами — это одна и та же причина, или всё-таки это разные проблемки? Как думаете, друзья, вы пишите, мы будем отвечать на ваши вопросы. Ну какая самое, вот давайте ответьте нам, пожалуйста, когда речь идёт от отёков, что люди в первую очередь вспоминают? Давайте, включайтесь. Сразу начинают пить меньше воды. Да, есть такое? Есть, да? Начинают противоотёчные препараты пить. Да, всё верно. Которые также повышают отёчность. Всё верно. Так, кто ещё? Кто ещё знает, из-за чего появляются отёки? Ну сразу же о чём говорят, когда... О чём говорят? О том, что плохо, что-то работает. Друзья, и как вы думаете, какая причина? Просто когда мы задаём вопросы, вы думаете, рассуждаете, вы начинаете понимать. Елена, почки отвечает. Верно, верно. Как правило, это или сердечные отёки, или почечные отёки. Или печёночная проблема. Да, перед критическими днями бывает. Конечно, Татьяна, ну конечно, девочки это знают. Но вот и в основном, когда мы говорим об отёках, люди называют две причины. То есть это, как правило, или указывают на почки, тебе нужно что-то с почками делать, или говорит о том, что, ну да, бывают и сердечные отёки. И, как правило, люди отмахиваются. Ладно, это задержка жидкости, ничего страшного, нужно попить мочегонное, всё выведет. Нет. Вот здесь очень важно понимать, что это серьёзная проблема. И она может реализировать как... Так, звук выключите, Наталья, пожалуйста. Это серьёзная проблема, и эта проблема сигнализирует о том, что что-то не то произошло в вашем организме. И причину нужно найти. И далеко она может быть не связана с этими органами. И сегодня как раз мы об этом поговорим. Друзья, на самом деле здесь очень нужен комплексный подход. И нужно смотреть реально на весь организм. Не работать с симптомами, а посмотреть всё-таки, что способствует тому. Ведь никто с отёками не рождается. Что происходит? Почему ноги начинают отекать? Почему в других местах происходит отёчность? Есть несколько на то причин. Какие могут быть причины? Хорошо, можешь их назвать? Одна из первых причин — это дефицит витамина D3, который тоже приводит к отёчности. А он зачастую сегодня у 98% всех людей. И, к сожалению, даже когда уровень показывает сегодня от 25 до 30 в крови, это не говорит о том, что в самой клеточке витамин D3 находится. Поэтому сегодня витамин D3 надо просто понимать то, что его нужно принимать пожизненно. Пожизненно и постоянно, чтобы снимать все воспалительные процессы. Но второй важный момент — это любители сладостей. Кто-то мёдик любит на ночь покушать, кто-то фруктиков любит на ночь покушать. А на самом деле происходит то, что чтобы глюкозу саккумулировать, нужно три молекулы воды. То есть она в себя вбирает три молекулы воды. Кто-то начинает ночью ходить в туалет, потому что сладенького поел, энергия тратится, и человек по ночам бегает. Ну и, соответственно, отсюда отёчность. А не все, кстати, думают, что я попила водички. Но никто не думает, что я поела сладенького. Или сладенького, макарошек каких-нибудь, картошки и макарошки вечером на ужин. И вот с этим меня не соотносится. Да, никто в отёке? А это здесь есть прямая взаимосвязь. Также дефицит, также избыток соли, кто-то любит солёненькое покушать, это приводит к тому, что происходит дефицит калия. Об арбузе мы сейчас поговорим. А калий, он нужен около 4700 единиц в день для того, чтобы наши почки хорошо работали. Поэтому кто любит солёненькое, тот делает такой большой удар по почкам, и почки перестают работать без калия. Это как машина без топлива. Ну и, соответственно, все магазины переполнены глютаматом натрия, а глютамат натрия также блокирует работу почек. И блокирует работу калия. И если мы любим что-то вкусненькое, там фастфуды какие-то, или покупаем колбасы, или покупаем что-то, полуфабрикат, то есть вам много глютамата натрия. Сейчас вообще всё изобилуют этим. А глютамат натрия, видите, он тоже может вызывать отёки. Ну и ещё очень важный момент, к сожалению, что у кого давление, у кого гипертония, у кого-то плохая работа сердца. Да, да, большой ветвый только величка. И вот эти вот диуретики, эти вот таблетки, они сразу приводят к отёчности. Поэтому кто пьёт таблетки от давления, в основном у тех людей, зачастую в первую очередь, случается отёчность именно ног. Именно ног. Ну и самое главное, наверное, чтобы каждый понимал, это нехватка белка в организме. То есть ты считаешь, если есть больше белка, то отёки пройдут? Нет, абсолютно неверно. Можно есть много белка, много есть белка, но это ничего не изменит. Есть и плохо работает печень. Печень, она должна вырабатывать определённый тип белка, называется альбумин. Альбумин — это такая аминопекция, которая способствует тому, что притягивает воду из клеточки и держит её в крови. И если его не хватает, то тогда в межклеточном пространстве находится жидкость, и она не вытягивает её. Поэтому сама печень вырабатывает этот белок. И если печень находится в циррозе или ожирении, то, соответственно, у человека будет плохая работа выработки своего белка. Поэтому это в первую очередь надо смотреть на то, что начались проблемы с печенью, идёт где-то цирроз или ожирение. Да, белок очень нужен. И поэтому для того, чтобы снизить отёки, важно натуральный белок. Я вот топлю за то, что как диетолог, преподаю диетологию как раз на кафедре Дритонского института. И всегда концентрирую человека на том, что, как правило, у нас углеводы сами заскакивают в тарелку. Как я говорила, картошки, макарошки всякие, булочки, выпечка, сладости. Это всё мы любим. А вот за количеством белка не каждый следит. И хороший качественный белок — это, конечно, не колбаса, сосиски. Мы должны это понимать. Хороший качественный белок — это хорошая рыбка, морепродукты, фермерское мясо, если вы едите мясо или яйца. Это тоже хороший белок. Это могут быть из растительных продуктов бобовые грибы. Это тоже хорошие белоки. Ну а, крупа и так далее. То есть есть отдельная целая у меня лекция по белку, как правильно употреблять белок. И даже если протеиновый коктейль пить, это тоже не поможет. Как Оксана говорит, очень хорошо белок брать из натуральных продуктов, то есть из морепродуктов и также и в печени. То есть сама печень травяного откорма, она поддерживает хороший уровень белка и хорошую работу печени. Ну и ещё хотел бы сказать, что на самом деле даже при употреблении хорошего белка, при нескольких кислотности, конечно, он тоже не будет встраиваться, он не будет приносить пользу. И при плохой работе кишечника также вы все понимаете, что белок не попадёт. То есть он должен расщепляться в желудке на аминокислоты. Да, то есть понимаете, вот перевожу в Виталию, если даже вы будете употреблять достаточное количество белка, но если у вас нехорошо работает желудок, если у вас гастрит, то этот белок может просто не усваиваться. То есть он пойдёт транзитом в туалет. Почему? Потому что нет достаточного уровня соляной кислоты в желудке, она не выделяется, и белок не будет расщепляться. Понимаете? И мы его вроде бы едим, он уходит в унитаз, а белок организм не получает. Вот почему самое главное, самое важное, это нормализовать работу ЖКТ, чтобы ваши клеточки получили это питание, чтобы у вас коллаген был. Девочки, нам нужно красиво с вами выглядеть, молодо выглядеть. Нам коллаген... Мальчикам. Мальчикам. Мальчикам главное уверенность в этой жизни. А вот девочкам нужно выглядеть. Для нас это важно. И поэтому очень важно, чтобы всё, что поступает в организм, оно усваивалось. И для этого важно, чтобы у нас все-все моменты ЖКТ работали как часики. И тогда и кожа будет светиться, и отёков под глазами утром не будет. Ну, если мы будем правильно питаться, конечно. Но, к сожалению, я скажу так, по статистике я наблюдаю эту картину, что из однообразного рациона питания многие тоже приходят к отёчности. Например, как вот Оксана сказала, преобладает углеводное питание. То есть белка недостаточна в любом случае. И именно калия, которая находится в большом количестве зелени, это надо где-то от 8 до 10 стаканов в день седать зелени. И вот тоже недостаточно. Из-за таких дефицитов витамина Д3 недостаточно. И, соответственно, всё отсутствие хорошего приводит к дефицитам, а избыток плохого приводит к проблемам. Да, пожалуйста. Хорошо. Вот сейчас говорили об арбузике. Как ты считаешь, арбузный сок, он полезен для того, чтобы избавиться от отёка? Ну, вообще, при употреблении арбузика люди начинают чаще ходить. Там же калии тоже. В отдел сбыта? Да. Вот. Но я скажу, что многие люди не доедают арбузик до конца, а самое ценное, самое полезное находится там, где зелёная корочка. Поэтому у кого проблемы с отёчностью, лучше всего не сладенькая есть, потому что вы уже поняли, там есть сладость, которая поможет, отёчность. А именно начинаем с зелёной корочки. Вот там большое количество калия находится. То есть вот видно на фотографии, если вам слайды видны, да, вот эта вот прослоечка, вот то, что ближе к зелёной корочке, вот она и содержит больше калия. Поэтому, когда вы кушаете арбузик, если он не нитратный, надеюсь, да, то знаете, как определить? Нитратный, не нитратный. Вот эта граница, она будет резкая прям. И вот эта зелёная корочка, она самая полезная. Так что, если вы купили арбузик, и там очень толстая зелёная корочка, не спешите расстраиваться. Там всё необходимое для вашей почек найдётся. Хорошо. Поэтому... Хорошо. Но это всё равно не поможет надолго, потому что, как вы поняли, печень должна вырабатывать белок. Если печень не вырабатывает альбумин, то, соответственно, здесь нужно обращать внимание на печень. На печень и работать уже нужно будет с ожирением. Удалять то, что за годы жизни принесли углеводы, ущерб печени. Удалять тот жир, тот холестерин, потому что, я бы сказал, сегодня не 100, а 200 процентов людей сегодня находятся в инсулинорезистентности, и многие части печени не работают полноценно. Я обращал внимание, когда, не знаю, как это сказать, ну, когда разделали животных, то было видно, что во многих частях печени происходит такое ожирение. В середине печень вроде чистая, а по краям она вся в таких пятнах-пятнах-пятнах. Я так понимаю, у человека так же происходит, когда печень уже не на 100 процентов работает, а процентов на 70, на 60. Я извиняюсь, вот я сейчас запустила, видно, да? Отлично. А то до этого показывала вам красивые слайды про белок, про отёки под глазами, вот, и их не видно было. Хорошо. Тогда у меня, знаешь, какой ещё вопрос? Хорошо. А вернёмся к белку. Очень важно при отёках уходить от углеводного питания, правильно? И если посмотреть в сторону полноценных белков, полноценных белков, то здесь и здоровых жиров, и хорошей тарелки овощного салата, то как ты считаешь, можно сказать, что мы можем уйти от отёков? Можно уйти от отёков, если на самом деле употреблять качественную рыбу. Ну, это, как я слышу, что раз в неделю не каждый кушает. Вот. Если употреблять жиры, именно, особенно омега-3, рыбья, ну, люди часто больше жарят, это уже не тот результат, нежели, допустим, мы обрези покупаем, какие-то тем, да, либо там печень трески, которая помогает работать печень, это тоже восстанавливает. Ну, и, соответственно, зелень, это вот три раза в день однозначно с любым приёмом пищи. Дело в том, что сам белок, расщепляясь и большая ценность, что калий, он расщепляется при кислотности в желудке как минимум пять. Поэтому, когда человек употребляет белок, повышается кислотность желудочного сока и в этом состоянии очень хорошо высвобождается кальций и калий, который находится в зелени. И вот тогда, наверняка, он приносит хорошую пользу. Поэтому, если вы просто салат будете кушать без белка, то мало вероятности, что калий попадёт в множество количествия в ваш организм. Видите, как всё взаимосвязано? Вот почему у староедов очень много болезней? Просто к нам ну это такая беда-беда. Приходят люди, они адепты старого питания, они переходят на разные... Можно пока выключить видео, отвлекает немножечко. Они переходят на разные рационы питания, да, и получается, что считают, что они себя оздоравливают. Но если на каком-то коротком отрезке, это может быть как детокс определённый, но на длительном человеку ходят дефициты. Почему? Потому что он недополучает белок, и эти витамины, они проходят все транзитом. Нет витамина Д3, нет белка, и все витамины, они проходят транзитом. Всё верно. И всё, и человек приходит с разрушенными зубами, чернющими, у всех, все, кто рядом с нами, да, кто там год, два, три на среднем, с разрушенными суставами, с разрушенным кишечником, с аутоиммунными заболеваниями. И очень жаль, пытаешься человеку помочь аккуратно выводить его из этого дистрофичного уже состояния. И хорошо, если ещё эти процессы обратимы. Почему? Потому что человек ел витамины, кажется, пачками, всё сырое, а организм их не мог усвоить. Потому что, скажем, люди на остановке стоят, а маршрутки нет. Маршрутка — это белок, а витамины — это люди на остановке. И маршрутки нет, чтобы их подвезла до нужного места. То есть белок — это транспорт тоже, который доставляет вот эти витамины в вашей клеточке. Ну и ещё есть, знаешь, индустрия, она держится на такой продукции, как, допустим, сахар, да, и жиры. И сегодня жиры, они, если они правильно, они либо дают жизнь человеку, либо они, на самом деле, отнимают жизнь человека. И вы обратите внимание, заходя в магазин, большие прямо контейнеры, там поддоны стоят с маслами, и все масла практически рафинированные, дезодорированные. Когда такое масло попадает в организм, оно из-за того, что оно пустое, не обогащённое жиростремыми витаминами, то оно из организма достаёт витамин D, достаёт витамин A, который очень важен для кожи, и достаёт витамин K2, который важен для того, чтобы кальций в кости встраивался. И таким образом, чтобы масло расщепиться, организм банкротится на эти витамины, а мы их и так не додоимы. И выключает метакондрию. И витамин E, который способствует препятствию окислению в печени из-за отсутствия в масле витамина E, соответственно, наша печень начинает обрастать холестерином. И поэтому, если мы едим масло натуральное, вот омега-3, если мы масло сливочное едим, особенно, если кто-то коровку держит, то все витамины там присутствуют, и это идёт очищение печени. Поэтому сегодня либо мы продуктами уничтожаем свой организм плохими, либо, наоборот, восстанавливаем. Мы уже так забежали далеко вперёд в диетологию. Это наша такая любимая тема. Сейчас очень много исследований, но не просто так голословно говорим, мы просто погружаемся, и у нас на самом деле очень много часов уходит на переработку исследований последних, и их нужно скомпоновать. Лекции делаем на курсе диетологии, которые действительно обоснованные, глубоко научные, и тогда понимаешь, почему вот такие простые вещи приводят к заболеваниям, а люди этого не знают, они покупают и, к сожалению, уходят. Люди думают, что там растительное масло, там нет холестерина, а оно приводит как раз-таки к холестерину. Но это отдельная тема. Вернёмся к отёкам под голосами. нет, мы пока говорили наверное про ноги больше, и поэтому хотелось ещё один важный такой момент заметить, что зачастую ноги отсекают, когда у человека проблемы с позвоночником в крестцовом отделе. Друзья, если вы чувствуете, что в вашем позвоночнике есть болевые ощущения и очень часто они встречаются, и у вас есть отёчность ног, то здесь надо просто обратиться к остеопату либо сделать определённые упражнения физические, чтобы избавить, потому что защемление нерва из-за защемления кровеносного сосуда приводит к тому, что происходит застой. И ещё очень важный момент. Никто не отменял сегодня нагрузку физическую, пробежки, зарядки, потому что кровь наша, она, конечно, имеет мотовчик, это сердечко, а вот лимфа, её надо запускать, она начинает работать только тогда, когда мы начинаем активно двигаться. поэтому, чтобы наши ножки не имели отёчности, или если вам плохо двигаться, можно их поднять кверху, велосипед покрутить, кровати там, на полу, попрыгать, и таким образом вы избавитесь уже от отёчности. Потому что если работает печень плохо, то идёт, ложится нагрузка на лимфосистему, а если вы начнёте с лимфосистемой работать, то, соответственно, отёчность уйдёт. Это такой дешёвый, простой способ, но жалко, что никто им не пользуется. Любое движение, любая вибрация, она способствует улучшению лимфотока. Наша лимфатическая система, она очищается с помощью почек и мочи, да, вот, и с помощью, также печень помогает, кишечник помогает, с помощью пота. И очень важно много двигаться. И движение, Виталий правильно сказал, непосредственно связано с оттоком лимфосистемы. А вот застой лимфосистемы, сидящий образ жизни этому способствует, это уже, естественно, приводит к отёкам. Поэтому, если вы сидите, если вы за компьютером, бухгалтер, необходимо, вообще рекомендуют каждые, конечно, полчаса, я понимаю, это по возможности, делать хотя бы там приседания или удары по пяткам, стать и пяточками постучать. Как на скакалке попрыгать, типа, да? Да, да. Если вы дома, например, работаете, то хорошо прыжки или встать и вот так, знаете, на пяточке, на пяточке прям удары. Если соседи не возражают, внизу. Да, это тоже очень важно. Знаешь, ещё такой момент. Так, сейчас остановлю демонстрацию. Всё-таки мне хочется вернуться к красоте, да, к отёкам под глазами. Ведь здесь проблема не только в эстетике, верно? Да, однозначно. Зачастую некоторые даже не понимают, почему у людей происходит отёк в глаз. То есть мы сейчас поднимаемся в верхнюю часть, чтобы рассмотреть, почему всё-таки глаза отекают. И если, как вы уже слышали, люди ведут здоровый образ жизни, следят за состоянием своей кожи, и они уверены, что никогда в зеркале ничего подобного не увидят, никаких опухолей, да, отёчностей, то, однако, причин возникления отёков под глазами на самом деле больше десятка. На самом деле их много. И хотелось бы о них тоже немножко поговорить. Так, сейчас немножечко с демонстрацией. Итак, к чему, что, что провоцирует? Это вот, как вы на слайде видите, в мешке Анна пишет под глазами «Моя боль». Да, иногда, знаете, уже приходится некоторым девочкам прибегать к лихоропластике. Ну, то есть вот грыжа есть, определенные свистают, да, и убирается вот эта вот грыжа. Ну, вообще, в 90% случаев помочь можно, потому что мешки, когда появляются, вот на слайде хорошо видно, да, это недостатка сна, потому что сон приводит к накоплению жидкости именно в тканях. И особенно, когда перед сном человек сон. Именно плохой сон. Если спит человек, ну, с низ головой девочка спит, если мы пьем жидкость, извини, вот сейчас расскажу, мысли, жидкость перед сном очень много, да, вот если у кого-то плохие почки, то рекомендуют уже после шести, до шести хорошо насыщать организм, а после шести уже не пить. Если какие-то аллергические реакции могут спровоцировать, ну, про аллергию это отдельная история, потому что аллергия это уже изменённая реакция нашего ослабленного иммунитета на аллергены, но у нас очень много результатов. Вот сейчас идёт по исправлению от аллергии, она проходит на этапе даже программы ЖКТ, многих аллергия вообще возвратно уходит. Это отдельная тема отдельного эфира. и глаза могут отекать от стресса, от стресса, от недосыпа, когда человек смотрит гаджеты на ночь. на ночь синий экран, он способствует плохому сну и плохому отдыху, и не вырабатывается гормон роста, то есть не идёт омоложение, поэтому перед сном ни в коем случае нельзя смотреть гаджеты, обычно с гаджетами ложатся спать многие. И ещё я сейчас скажу такое волшебное слово, которое многие сразу узнают. Это коллаген. Недостаток коллагена напрямую связан со старением. И мы не можем остановить этот естественный процесс, но можно его замедлить. И здесь важно именно правильный подход к питанию. Почему? Чтобы получать необходимые аминокислоты для построения вот этого коллагена. Я скажу, ты, наверное, как девушка знаешь, что необходимо употреблять, или что необходимо делать для того, чтобы в нашем организме вырабатывался коллаген или был коллаген. конечно, я в этом разбиралась и не раз. Смотрите, можно, конечно, принимать разный коллаген, он бывает разный, и зачастую вот даже есть у нас внутри нашей группы нутрицологов был отдельный разбор, как определять, есть ли в коллагене коллаген, потому что зачастую то, что он даёт, далеко не коллаген. Это может быть просто реклама и много разных добавок, а как такового коллагена просто кот обнял и заплакал, там его не будет. И смотрите, самое важное, самое важное, даже не принимать коллаген, хотя в чистом виде это тоже есть хорошо. Самое важное это создать условия, чтобы аминокислоты, которые вы употребляете вместе с белком, белки состоят из аминокислот, мы это помним. Вот вот эти аминокислоты сами создавали коллаген внутри нашего организма. А теперь внимание, а вот для этого нужно что? Нужны кофакторы, то есть то, что помогает коллагену создаваться. Это кальций в хилатной форме, но тут внимание, чтобы он действительно помогал, а не откладывался в сосудах. Витамин С натуральный с биофлавоноидами это не просто аскорбиновая кислота. А, кстати, зачастую у тех людей, у которых проблемы с сердцем, проблемы с печенью, это потому, что у них большой-большой-большой дефицит витамин С, потому что вместе с глюкозой витамин С не усваивается. Усваивается в первую очередь с глюкозой, если вы даже чай пьете сладенький, но с витамином С то витамин С произойдет неима, коллагена не будет. Опять мы минус углеводы, да, убираем сладкое. И я не против сладкого, девочки. Главное, вот вы правильно делаете, я думаю, на программе, вы сейчас многие на программе снижения веса, и вы очень правильно делаете, когда заменяете сладости на полезные. Вот, и необходим кальций, я повторю, в сихилатной форме, натуральный витамин С, Омега-3, мы говорили сейчас о рыбке и рыбьем жире, антиоксиданты, в том числе селен, и не все знают, что нужна органическая сера. И когда к нам человек приходит на определенную диагностику или на программу ЖКТ, вот у нас сейчас начинается 1 октября марафон ЖКТ, прям долгожданный, там полгода все ждали, записывались к нему, и вот наконец-то мы запускаем, и вот те, кто приходит, мы так каждому индивидуально назначаем штоп-программу, и когда смотрим, если у человека отёки, то вот как раз-таки на эти сопутствующие кофакторы обращаем внимание, чтобы человек их попутно, если будет с программой ЖКТ принимать, то у него, конечно, идут уже волшебные результаты, тут и кожа подтягивается, и отёки уходят, и выглядишь хорошо, и чувствуешь себя. Ещё бразильские орешки или селен способствуют выработке коллагена, а у нас сегодня селеном тоже есть дефицит, и опять-таки мы приходим к тому, что из-за избыта углеводов у человека дефицит магния, если вы когда-нибудь испытывали судороги, или боль в правом подреберье, это говорит о том, что у вас дефицит магния, а он как раз-таки продлевает жизнь фиброцита, который активно дает коллаген и эластин, и ещё больше скажу, что он участвует в 400 процессах нашего организма, и самую главную роль магния играет в том, что он работает в АТФ, запускает АТФ, то есть он и работает в митохондрии, главную непосредственную роль он там играет, и поэтому когда у вас нет энергии, обратите внимание, где ваш магний и почему его у вас нету, поэтому сахар он даёт быстрый всплеск энергии, человек быстренько тухнет, а потом человек как быстро вечером становится вялость, сонливость, усталость и тому подобное. Верно. И я хочу заострить внимание, что всё-таки там, а вот тут вопрос, тут дороги ног, особенно по ночам, чего не хватает? Магний. Это говорит о том, что в костях не хватает уже магния, кости уже пористые, рыхлые стали, они могут сломаться, шейка бедра может, и поэтому уже из мышц начинает забираться магний. Самое ужасное дело. Это очень опасный симптом, вот когда идут пузырки. Самое ужасное другое, что если вы чувствуете, что мышцы, которые такие считаются упругие, твёрдые, и их начинает сводить, то представьте, какой желчный пузырь. И желчный пузырь, это пузырёк, вы знаете, такая кишечка, да? То её в первую очередь передавливают мышцы, потому что она окружена мышцами, её сдавливают, и желчный не может работать. Поэтому, чтобы желчный мог качать, как помпа, обязательно нужен магний. Кальций он сжимает, а магний не ослабляет. Дефицит магния приводит к тому, что желчный ток останавливается. У нас тут есть вопросы, и пишут, сейчас секундочку, что я принимаю панангин, по-моему, убежало сообщение, и там есть кальций и магний. Но смотрите, очень важно, да, вот, панангин, там есть магний и калий. Этого хватает для меня? Магний и калий. Значит, норма минимум 200-400 единиц в день магния, и магний, он, его 8 видов идет. Магний очень важно, чтобы был в хилатной форме, и магний хорошо в цитратной форме. Смотрите, вот вы в первую очередь, да, услышали калий и магний, посмотрели, что там есть в составе. А вот смотрите, вот если бы вы, скажем, пришли на курс нутрициологии, да, ну вот прошли какой-нибудь небольшой базовый курс нутрициологии, то сразу бы обратили внимание на что? На что обращает специалист? Какая форма магния? Потому что бывает глицинат магния, да там, при раздражительности его рекомендуют, нервные какие-то нагрузки, цитрат магния, да, вот, когда есть запоры, когда там хорошо, у кого, проблемы с кишечником, малат на огне, у кого низкий уровень энергии, энергии, таурат, трианат, сульфат, оксид, очень опаснейшая форма, просто ни в коем случае нельзя, то есть о каком магнии идёт речь, можно навредить себе колоссально этим магнием, а можно как раз таки и помочь, то есть вот здесь вот очень важно обращать на форму магния, которая вам нужна, и на дозировку, потому что не всё, что написано, есть в составе, когда начинаешь разбираться, какая там дозировка, то его там просто нет, ну, пишут, потому что, возможно, там положено, чтобы он там был, но не так, что там будет. Самая быстро усвояемая форма магния это хилатная форма, и, соответственно, необходим для того, чтобы кальций наш, кальций страивался в кузне, малат и цитрат. Цитрат, он способствует тому, что кальций, который находится, находится в почках, в сосудах, который остался когда-то без магния, с помощью цитратного магния, он растворяется и, получается, внедряется опять в нашу костную систему. Поэтому без цитрата также получается проблемка, то есть образуются какие-то соли, либо какие-то наросты, либо какие-то камни образуются. Поэтому магний хилат, магний цитрат очень важен для организма. Ну, это уже, когда люди приходят, на диагностику, тогда уже конкретно под человека надо подбирать, потому что у каждого свои запросы. Кому-то нужно решить вопрос с запорами, там одна форма будет. Кому-то с судорогами, а третьему нужно просто нервную систему успокоить. А некоторым вот это всё в комплексе, и поэтому мы оптимальную дозировку уже подбираем. Отвечаю на вопрос, если у вас судороги, то у вас говорят о том, что у вас закисленный очень кров, и постоянно ваши кости они разрушаются. Это говорит о том, если у вас судороги, что у вас разрушается костная система, то есть кости не способны сегодня нейтрализовать щелочную среду, крови, и поэтому уже забирается из мышц. Поэтому ещё немножко пойдёт время, и уже начнётся такая болезнь, как либо артрит, либо артроз, остеопороз. Поэтому надо бить тревогу по углеводному питанию, уменьшать, увеличивать биолог, увеличивать, восстанавливать кислотность желудочного сока, и пересмотреть, чтобы было в дозировке нормальной. магния, много не бывает. Вы понервничали, у вас растрачивался магний. Вы подвигались, у вас и растрачивался магний. Вы съели что-то сладенькое, у вас растрачивался магний. Поэтому всегда дефицит магния. Магния нужно пожизненно принимать и в большой дозировке. И если он будет лишним, то у него есть способность накапливаться. И если будет дефицит магния, то кальций, попадая в организм, он обычно всегда идет уже в соли, в камни идет. Поэтому нельзя, чтобы в организме был дефицит магния. Лактат, магния иногда назначают при сутрах, но все-таки малатый тетрад лучше действует. Телатная форма, она буквально уже через 8 минут встраивается в кровь, в клеточку попадает очень быстренько. Другие, да. Мы ушли в нутрицологию, давайте вернемся все-таки к нашей теме. И знаете, что хотела сказать? Что нужно для самое главное, для того, чтобы свой коллаген вырабатывался, чтобы оттянулась кожа лица, чтобы вот нам, девочкам, особенно, кому за 40, кому за 50, вот это уже мой порог, скажем, возрастной, да, нам что нужно? Нам тоже хочется быть юными, красивыми, и для этого в первую очередь нам нужно наладить все-таки работу желудочно-кишечного тракта. И вот этот весь прием витаминов, он просто, уже каждый раз говоришь об этом, он просто будет бесполезен, если у нас вот это не будет слаженной работы ЖКТ. И если у нас не будет комплексных минералов и витаминов, а углеводы, они пустые, то организм, конечно, будет в дефицитах. И соответственно, я бы обратил еще внимание на витамин Д3, который реально сегодня, ну, просто исследования ученых постоянно читаем с Оксаной и видим, что из 100% больных людей, тот человек, который употребляет достаточное количество магния витамина Д3, 67% болезней практически уходят. Все воспалительные процессы снимаются. Поэтому дефицит витамин-минералов приводит к воспалительным процессам, плохая работа желудочно-кишечного тракта приводит к серьезным заболеваниям. Как только восстанавливаешь кислотность желудочного сока, как только налаживаешь желчный отток, как только делаешь замену микробиоты, патогенные флоры, меняешь на дружественную флору, 85% всех болезней просто уходят. Не надо с каждой болезнью, 40 болезней, к 40 врачам не надо бегать, не надо тратить деньги, не надо покупать кучу допингов, кучу лекарств, лечить симптомы, лучше поработать с причиной в корне это с ЖКТ. Да, вы знаете, и часто вот приходят люди и у них, вот я сейчас еще раз открою презентацию, параллельно, вот если мы сегодня говорим о потеках, могут быть и проблемы с почками, да, и проблемы с лимфосистемой, и гормональные нарушения, а гормональные нарушения они тоже вызывают и задержку жидкости в организме, и другие симптомы, там уже идет и усталость, и изменение веса, вот кто-то писал, что ушел вес, ушли отеки, изменение настроения, то есть это все взаимосвязано. Гормональные нарушения всегда начинаются у любого человека с остановки работы печени, как только мусор не выбрасывается в 12-перстную кишку, как только а он не выбрасывается из уплотного питания и отсутствия правильных жиров, все, гормональные нарушения это кисты, это миомы, это все опухоли, это все проблемы, вот они гормональные нарушения. А если мы еще курочку съели в магазин с антибиотиками определенными, с гормонами быстрого роста, то соответственно добавляется еще гормональные нарушения. Да, да, и когда рассматриваешь организм в комплексе в целом, тогда понимаешь, что нужно все эти проблемы решать. А начало-начал, конечно, это ЖКТ, когда уже полностью, полностью начинаешь с нормализации желудочного сока, чтобы все витамины усваивались, чтобы белок хорошо усваивался, да, дальше переходишь к работе микробиоты, к желчным пузырь, к работе печени, и когда вот эти вот все поэтапно проходишь, тогда естественно и получаешь хороший результат. На днях была женщина, у нее интересная, ну как на днях, она пришла где-то полгода назад, запросом у нее кисты были по щитовидной железе и сильнейшие отеки ног, ну и под глазами там у нее все вместе. И получается, что я с ней недавно созванивалась, тоже такой великолепный результат, у нее во-первых, она пришла с запросом решить вопрос по отекам, а у нее сейчас не обнаружили кист, представляете, как здорово. Вот она прошла программу ЖКТ и попутно мы ей как раз-таки работу с гормональной системой тоже назначили с помощью витаминов и минералов. Ну в общем такой колоссальный результат, она еще делилась, приходит вся на эмоции, говорит, врач вообще не мог поверить, что вы такое, что вы вообще делали, чтобы вы ушли к кисту? Я скажу, что были такие ситуации, когда люди, проходя программу ЖКТ, не избавляются от всех проблем, от всех болезней. Вот у меня такая подобная ситуация была, и женщина говорит, что у меня боли головные уже продолжаются около трех лет. Многие проблемы ушли, а вот что-то осталось. И когда мы обратили внимание на печень, что после ЖКТ нужно пройти программу печени, то есть именно очистить ее от холестерина, освободить эти уголки забитые, которые разрушают клетки печени, весь этот мусор идет в кровь, забивают мелкие капилляры головного мозга. И уже после первого месяца в нее ушли трехлетние боли. Друзья, обратите внимание, причина желудок, низкая кислотность, очень, это практически все болезни низкой кислотности желудочного сока. И недостаточный пропор кислотности. То есть многие минералы просто перестают усваиваться, и белок перестает расщепляться. И вторая, самая важная проблема, это главный орган, это печень. Она все вопросы, она более 500 функций решает, где взять, куда направить, откуда перевести, как детоксицировать, выбросить. Это все работает в нашей печени. И если мы ей не даем отдыха, если мы о ней не заботимся, если мы не даем то, что ей нужно для жизни, а едим то, что хотим, то, соответственно, мы таким образом ее выключаем кабинет за кабинетом, клеточка за клеточкой мы отключаем, и все проблемы начинаются. И потом, когда начались проблемы, симптомы, это только как костыри в аптеке на всю жизнь. Поэтому... У нас вопросы. Да. Перед критическими днями Татьяна спрашивает, отеки — это норма? Нужно ли что-то пить? Да. Я скажу, что есть такой продукт очень хороший, называется витамин Е и дикий ямс. Это то, что нормализует работу. И, соответственно, хлорофилл, он является лучшим детоксикантом. Хлорофилл — это такой продукт, популярный, известный на весь мир уже многие десятилетия. Тот, который как бы берёт на себя работу печени. То есть, если печень не работает... Это детоксикант, получается. он выводит всё необходимое. То есть, вот это вот зелёный сок растений. Ну и хочу сказать, что это не норма. Конечно, не норма. Не должен организм отекать. Посмотрите, вот у других это же не происходит. Почему у вас это? То есть, какой-то сбой произошёл, нужно разбираться, смотреть. И, конечно, здесь нужно работать с причиной. Цитрат магния в порошке. Если цитрат магния — это хорошая форма, можно... Если у вас, допустим, запор, то хорошо цитрат магния. Но если у вас со столом нормальный, вы будете пить цитрат магния, ну, у вас будет проблема со столом. поэтому как бы периодично можно пропивать. Но я бы порекомендовал всё-таки вместо цитрата магния именно витамин С, потому что витамин С, он разжижает сосуды, в сосудах разжижает, как сказать, кальциевые налёты. Вот если вы витамин С положите в чайник, вы увидите, какой чайник станет чистенький. Ну, или вместе можно витамин С и магния. Он вырабатывает и коллаген, и укрепляет сосуды, и от тромбообразования освобождает, и от инфаркта, и от инсультов освобождает, и поднимает иммунитет, чтобы не болеть. Поэтому в данной ситуации или кальций и хилат пить, либо витамин С. У меня сыну 16 лет, он часто долго болеет с высокой температурой всю свою жизнь. Всегда заканчивается всё антибиотиками. Подскажите, какие минералы паркить? Я думаю, что не в минералах дело, а если человек часто болеет, это говорит о том, что у него синдром дырявого кишечника, синдром воспалённого кишечника. И через кишечник попадает патогенная флора, и, соответственно, она находится в крови. И в крови идут воспалительные процессы. Поэтому, я думаю, ему нужно пропить детскую программу ЖКТ. Ему нужно пропить... Ещё 16 лет нужно уже взрослым. Тем более 16. И тем более с высокой температурой это тоже глитово-воспалительные процессы. Очень часто такие случаи были, есть. Здесь надо на паразитах попросить. И маленькие детки тоже ЧПД, да, часто болеющие. 100% с программы ЖКТ всё решено. То есть, что происходит? Гистамин, это такой охранник, когда видит, что по крови движутся чужеродные тела, он начинает бить тревогу, начинает подниматься температура. Если этот патоген проникнет в клеточку, то гистамин начинает как бы расстреливать эту клеточку и начинает появляться мусор в крови ещё больше и больше. Поэтому это работа гистамина поднимает температуру и, соответственно, если в крови поднимается температура, говорит о том, что там чужеродные вещества. Поэтому здесь 100% нужно работать с патогенной флорой. И знаете что? И с кишечником. Сдайте анализ на лактазовую недостаточность и непереносимость кизеина. Ни копейки стоят эти анализы. Возможно, у него идёт реакция на какой-то продукт. Очень часто сейчас у деток на молочку, очень часто сейчас у деток на глютен, потому что сейчас искусственно добавляют много глютена, у деток идёт непринятие. Давай мы придём к тому, что приводит к воспалениям. Это глютен, это сахар приводит, молочка, и ещё приводит омега-6, избыток омега-6. Это растительные масла. Это всё воспалительные процессы. То есть убираем растительные масла, кроме оливкового и свежего, выжитого льняного масла. И желательно больше омега-3, оно убирает воспалительные процессы. То есть добавляем рыбку-морепродукты и убираем продукты воспаления. Сахар, глютен на время надо убрать, ну хотя бы на время прохождения программы ЖКТ. И молочные продукты нужно сдать тест, потому что у него может быть такая реакция, например, на глютен. И вы не знаете об этом. Лучше один раз дать, потому что очень многие сталкиваются, даже целиакин, сейчас раньше было всего 2%, а сейчас очень часто встречается, очень у молодого поколения. Я не знаю, с чем это связано, но я знаю, как диетолог, да, вот цепочку, сейчас просто не буду говорить, это долгие, долгая лекция по глютену. То есть, и вот уберите на время любую выпечку, хлеб, ну посмотрите, где содержится глютен, вот на время, ради эксперимента. Побудьте на этом пару недель и посмотрите, как он расцветёт, возможно, какие-то проявления, да, на коже, там если есть, тоже уйдут, или перхоть, это может по-разному проявляться. Мы убираем, то есть, есть такая алиминационная, называется диета, то есть, мы убираем вот эти продукты воспаления и смотрим, ага, вот когда диетолог вас везёт за ручку, там к нам приходит человек, и тогда мы смотрим, ага, ведём пищевик, дневник питания, на что, на что реакция, вот съел что-то, вот у меня, например, я раньше вообще не могла понять, если я съем что-то, связанное с глютеном, у меня сразу же на следующий день температура, моментально, и организм не воспринимает, это я только со временем узнала, сколько я вот так вот... Друзья, поняли, да, что нужно убрать? Но я всё-таки скажу, что когда у меня дети просто начинают болеть, мне же пустим, мне же там была информация, вопросы какие-то, когда здесь начинают болеть, то в первую очередь витамин С, лист оливы, это два таких продукта, хлорофилл и подарка карамуровиного дерева, и больше одного дня практически никто не болеет, очень быстренько, три раза так дал, и витамин Д3. Вот. Но следующий вопрос, у меня артрит, очень болят суставы, колени, сустав левого бедра, пью хилат, кальция, пропила магний, Б6, что ещё пропить можно? Смотрите, если у вас идёт разрушительный процесс, если у вас болят суставы, здесь кальций вам ни в коем случае пить нельзя, потому что произойдёт кальцинация сосудов, кальцинация сосудов и может произойти инфаркт или инсульт. В вашей ситуации кальций сейчас не спасёт. В вашей ситуации проблема в чём заключается? Из кишечника в кровь идёт много кислоты, то есть кандида, грибы, дрожжи, вы знаете прекрасно, которая питается сахаром либо углеводом, она поедая выделяет определённую кислоту уксусную, и это всё идёт в кровь. А кальций, получается, из костей уходит для того, чтобы нейтрализовать вот эту кислоту, и поэтому идёт разрушение суставов. Поэтому причина главная – низкая кислотность желудочного сока, надо поднять кислотность желудочного сока, и вторая – поменять патогенную флору, убрать дрожжи, потому что именно что бы вы ни ели, что бы вы ни пили, всё равно будет идти кислота. Вам надо убрать 2 кг патогенной флоры, и надо, чтобы появилось 2 кг кишечники дружественных, которые будут вырабатывать витамин К2, который будет способствовать усвоению кальция. Ещё важное… У Виталия вообще шикарный результат такой, мы просто там все дружно плакали, все дружно плакали, когда выступала Елена Герасимова, ей около 80 лет, да, она инвалид, и ревматойный артрит ей поставили 20 лет назад, и её, она на инвалидной коляпке, её даже не могли перенести в машину, потому что она кричала от боли, а у неё так ручки… Её нельзя шевелиться, как только… Включенные были, а человек вообще такой потрясающий, такой добрый, такой светлый. Мы её однажды даже сделали подарок, у нас был семинар в Подмосковье, и в таком красивом месте, как бы санатории, мы ей сделали подарок, и она с нами там отдыхала, в этом санатории вместе с нашими нутрициологами, там весь персонал в неё влюбился. И у неё вот как раз-таки благодаря видению Виталия у неё ручки раскрылись. Впервые за 20 лет вот эти скрюченные она стала готовить себе завтраки, это нужно было слышать, как она плакала от счастья, говорит, какое-то счастье, я сама, понимаете, сама могу себе приготовить. Это такое счастье ухаживать за собой. Она встала с инвалидного кресла на свои ноги. Она сейчас, если муж за ней ухаживал, она сейчас за мужем ухаживает. Да, она говорит, сейчас я за мужем ухаживаю. Это вообще чудо какое-то. Она ожила, она стала, ну вообще вот другая жизнь. Я не могла поверить, что мои суставы, и при чём здесь ЖКТ, при чём здесь кишечник вообще. Ну как она только поработала с кишечником, у неё боль прошла, она начала двигаться, подвижность пошла. Может отдельный как-нибудь эфир проведём на эту тему? Да, можно сбросить видео, она делилась результатами, и можно будет посмотреть. Или видео вам спросим, можете посмотреть, вот касса-зал, какая взаимосвязь, но об этом врачи, к сожалению, никогда не скажут. А какие результаты, когда человек правильно, поэтапно всё делает, и тогда организм, у него есть результат. Это не быстро, это не скоро, это не сразу, но это возможно. Скажите, вопросом задаются трофические язвы, что необходимо описать? Трофические язвы. Смотрите, цинк участвует в обновлении клеток. Если в организме будет дефицит цинка, то, соответственно, трофические язвы, они практически останутся трофическими. Но цинк производит обновление в организме, и магний производит обновление. И если у вас есть язвы, это говорит тоже о том, что у вас избыток углеводного питания, и у вас большой дефицит цинка, и большой дефицит магния. Поэтому, чтобы клеточки начали восстанавливаться, нужно восполнить дефицит цинка магния. И, соответственно, если это в желудке происходит, то хлорофилл залечивает раны с подаркой, а цинк, получается, способствует выработку слизи, и больше не образуется язвы, не образуется гастрита, не образуется боли в желудке. Поэтому дефицит цинка нужно восполнять. И самый главный роль, он играет, чтобы люди не болели, там задавали вопрос. Про ребёнка 16 лет, это тоже дефицит цинка, если поднимается температура. И с щитовидной железой, аутоиммунное заболевание, это тоже нужен цинк. Про урсосан спрашивают. Из чего действующее вещество урсосана? Это урсодезоксихолевая кислота. То есть её основное действие, её используют в качестве гепатопротектора, в качестве желчегодного препарата, для того, чтобы хороший отток желчи был. Но симптоматически принимают урсосан, и я знаю, что в принципе хорошее действие имеет урсосан. Ну вот, скажем, симптоматически, но так, чтобы оно восстанавливало клетки печени, нет, такого нет. То есть как и желчеконное мягкое, да, где-то это можно использовать. Но я скажу, что основная проблема многих людей, наверное, 90%, это не камни кальциевые, билирубиновые, потому что часто на лозе смотрят, если там камни, и увидят какой-то камужек, и уже тревогу пьют. Ничего страшного здесь ещё нет. Но это говорит о том, что нет желчатока, печень уже приостановлена. Большую проблему существуют холестериновые камни, потому что желчный, он не может сжиматься, когда он твёрдый. И поэтому, чтобы холестерин растворить, нужен лецитин. Именно лецитин способствует растворению холестериновых солей, холестериновых камней, и он также и вывозит камни холестериновые из желчного пузыря. Поэтому для этого хорошо работает лецитин. Он находится и в желтке, он находится и в семечках, и, соответственно, в капсулах. Да, как добавка комплексная. Татьяна, насчёт рожистого воспаления здесь сложно. И у нас был однажды круглый стол с экспертами, с врачами, с кандидатами наук. И делились результатом. То есть человек, который уже 20 лет с натуропатией, она делилась результатом. Как помогла при рожистом воспалении. Но это длительный процесс, не сразу и не быстро. Да, тоже ЖКТ, там и бифидоплора участвовала, и серебро, потому что это с хеликобактером зачастую тоже связано. То есть нужно смотреть, возможно, у вас есть. И работа с желчатоком с печенью была. И там подключали такое растение, как маринда. И вот у неё был хороший результат. Но не могу сказать стопроцентной гарантии, что она делилась, что получилось, сработало, делилось этим протоколом. Можно его использовать. То есть можете постучаться, мы этот протокол дадим. Для вас, возможно, он пригодится. Но так, чтобы часто... У меня не было таких, скажем, таких больных. А на круглом столе, я помню, результат был, поделились. Может быть, вам пригодится. Я скажу, что всё, что касается проблемы с кожей, всё, что касается на лице, вот у нас даже был педиатр, долгое время он лечил людей, все аптечные препараты, всё перепробовал, ничто не помогло. Но только после прохождения... Ну там розарция была. Розарция, да. Там не рожит. Ну и тоже прямо горело, тоже кожа красная, тоже мучилась. ЖКТ решила все эти вопросы. Ну там длительно. 9 месяцев. 9 месяцев, да. Проходимую избавилась. У неё так она мучила. Она говорит, я столько лет, фотографий нету хороших у неё, ничего. А здесь надо же... Она сама заведующая клиникой, представляете? А, заведующая педиатрическим отделением детской клинической городской больницы в городе Комеле. Вообще-то замечательный врач, но сама себе не могла помочь. И вот только 9 месяцев она... Ну с рожеским воспалением, я скажу, вам надо сделать диагностику, потому что нужно посмотреть, что у вас с желудком, потому что хеликобактер, он свои отпечатки тоже на лице оставляет очень серьёзно. И скорее всего, всё-таки с кишечником надо тоже флору менять. Я скажу, что практически нет ни одного человека сегодня, кто бы ходил в магазины наши сегодня современные и сохранил живую микробиоту, которая даёт нам жизнь. Любые консерванты являются антибиотиками в продуктах, а они уничтожают наши микробиоты. Не боятся антибиотики, дрожжи, грибы, кандида, глисты, они антибиотиков не боятся. Поэтому для них освобождается пространство и место, и они начинают активно увеличиваться в организме. Тут про витамин D спрашивают, в каком количестве принимать, в какой дозировке пить, какой формы. Я хочу сказать, это всё зависит от вашего желчатока. Мы сейчас с вами вот уже за полчаса за полчаса рассказали про отёки, а остальное, я вижу, не хотите отпускать. Сейчас всю нутрициологию с вами пройдём. Смотрите, быстро, по витаминам D. Если у вас, короче, запомните, если у вас плохой желчаток, вам лучше всего субликовальную форму, которая рассасывается во рту и всасывается уже непосредственно в слюне. Получается, как водорастворимый всё равно. Ну, это как бы некорректно говорить, водорастворимый. Ну, скажем так, его называют. Субликальная форма. То есть рассасывается, когда такие таблеточки. Юра знает, что за витамины, где его можно приобрести. Обратитесь к нему, он вам поможет. Принимать, если дефицит, принимать по 4, по 3, по 4 штучки три раза в день после еды именно рассасывать. Если у вас нет проблем с желчатоком, тогда можно жирорастворимую форму. Количество, количество зависит от того, какой у вас витамин Д на данный момент. То есть, если вы сдали витамин Д, и он у вас, например, там 20 единиц, 15 или 30, от этого будет плясать и дозировка. Она будет разная. Есть определённая профилактическая дозировка, данная нам ВОЗ, тех же самых 600 единиц, но это несерьёзно. При нашем климате мы видим эффективность при всё-таки немножечко повышенной дозировке, но это опять же зависит, есть ли у вас аутоиммунные заболевания или нет, потому что здесь будет высокая дозировка, даст хорошие результаты. Ну, то есть, много факторов, когда человек приходит. если у вас идут серьёзные причины, у вас повышенные аутоиммунные заболевания, то именно Д3 как раз снимает все эти проблемы. Но если у вас в дифице витамина Д3, а он у вас, скорее всего, будет 100%, то самое главное принимать его стабильно и постоянно. Пускай это будет в маленьком количестве, но ежедневно, потому что важно не наличие витамина Д3 в крови, а важно, Д3 сможет строиться в клеточку или нет. Поэтому, чтобы результат был хороший, лучше маленьким дозировками каждый день. Маленьким, но стабильно и вместе с магнием. Чем дыбит один раз в две недели. Именно магний способствует его встраиванию в клеточку. Без магния Д3 не устроится, и без желча тока витамин Д3 тоже не устроится, кроме субривальной формы. Поэтому мы смотрим, как работает желчный, если здесь всё хорошо, тогда можно жир растворимый, он у вас усвоится, и тогда небольшими дозировками каждый день. Детям можно пить по две штучки три раза в день, никаких проблем нет. А магний обязательно должен быть. И очень важно, знаете, что, конечно, наличие омега-3 и наличие масла сливочного. Почему? Потому что Д3 будет способствовать переводу кальция из кишечника в кровь, а в крови, чтобы не было кальцинации сосудов, очень важно, чтобы присутствовал омега-3. Он будет растворять калестерин и витамин С будет растворять кальциевый налёт. Поэтому, если вы хотите, чтобы был результат хороший и в 20 раз увеличился кальций в вашем организме, то его хорошо принимать вместе с витамином С и омега-3. Боли плеча, боли плечо, куда-то, не знаю, куда повернуть, спать на плече невозможно, в чём может быть плечи, делали снимок, ничего не нашли. А позвоночник проверяли вы или нет, есть ожимы или нет, тоже вопросы. Постах андроз, вот есть, да, есть вопрос. Ну, я скажу, смотрите, если вы уже чувствуете боль в плече, то это говорит о том, что идёт воспаление, согласитесь, да? И поэтому сначала надо снимать воспаление. Я думаю, что у вас не только проблема будет с плечом, у вас воспалительные процессы будут во многих частях тела в организме. Есть крыша. И, соответственно, нужно будет решать вопрос с кальцием тоже. И с грыжами тоже вопрос решается. Ну, это не сразу и не быстро, но работать, у нас есть результаты с грыжами. Павлок. Вот. Все сидим на курином мясе, как убрать антибиотики. Смотрите, ну, если это домашнее, то там нормально всё. Антибиотики не надо доставать из мяса. Проще другое мясо копить. Если вы покупаете курочку в супермаркете, да, ну, как правило, сейчас все же там покупают, там очень много, очень много. Она там дышит антибиотиками, её кормят антибиотиками, и самое главное, пьёт, и самое интересное, что потом, когда её ещё на заводе, её прокалывают, водички лежат, и там ещё в антибиотиках пропитывают. пропитывают, чтобы она красивая такая, и долго она сохранялась. Поэтому пользы вы там не найдёте. А вот в дальнейшем ещё индейка, она не любит антибиотики, и она умирает, она не живёт. Поэтому индейка более чистое мясо. Считается за исключением того, что её тоже могут прокалывать в магазине. Ну, тем не менее, индейка считается более диетическим мясом, и если вы уже едите курятину, то нужно капсулу вот мы назначаем капсулу бифидобактерий на ночь, чтобы те бактерии, которые у вас погибают в течение дня, а они по-любому погибают из-за наших продуктов, да, вы не знаете, что обработали, какие поля глифосатом, когда посадили ту же пшеницу. Глифосат, к сожалению, страшнейший токсин, к сожалению, пока сельское хозяйство им пользуется, да. Соответственно, чтобы защитить, ну, ребят, в таких же реалиях мы живём, поэтому мы капсулу бифидобактерий на ночь выпиваешь, если ты ешь подобные продукты. Ну, а если вы уже закупились курочкой, и у вас там полная морозилка, и вам жалко её выбросить, то я рекомендую просто положить её в солёненькую водичку, соль она вытягивает, потом положить в чистую водичку. Первый бульончик слить надо обязательно. Первую чистую водичку она напитывается опять водичкой, и опять солёная она опять вытягивает, да, и провалить, слить. Вот, тогда останется чистый белок. Вот, и не забываем про бифидо. У нас те, кто проходит программу ЖКТ, там много вот этих вот бифидобактерий, и потом на ночь плюсы, в капсуле находится 3 миллиарда 500 миллионов бактерий. И поэтому, если по одной капсуле, но каждый день пожизненно вот так вот принимать, принимать, то в принципе вы можете ходить в магазины, и вам не будет таких проблем, как будет тем остальным. Какие этапы восстановления ЖКТ, что пить на каждом этапе, какие препараты лучше заказывать, витамины, или лучше в аптеке покупать, или в азоне. Смотрите, Лилия, ну, во-первых, по этапам. Мы проводили отдельный эфир по ЖКТ, посмотрите его, мы сейчас не будем заново всё это выставлять, то есть мы попросим Юрия, чтобы он дал, и мы там каждый этап расшифровываем подробненько, да, что делать на этом этапе, на этом, на этом. Но для этого надо пройти просто консультацию, диагностику, узнать конкретно в проблемке причины, и уже на основании вот беседы будет ясно, что в первую очередь вторую и третью, поэтому нужно так заочно не скажешь, а последовательность такая. Ну, в любом случае каждому человеку нужно восстановить кислотность желудочного сока, поработать с кислотностью, поработать с снять воспалительные процессы, снять воспалительные, у многих они есть, в желудке, селикобактер поработать, у многих тоже проблемы, профилактику сделать, запитаться витамином D3 магнием. Да, с желчьотоком поработать, 12-перстная должна хорошо тоже посмотреть, чтобы работала как часики, это наш компьютер, микрокомпьютер, 12-перстная кишка, потом поджелудочная железа должна хорошо переваривать, то есть в эту сторону при диагностике, то есть мы смотрим, да, какие органы, как работают, и задавая вам вопросы, по симптоматике уже очень хорошо, уже рука набита, очень хорошо видно, и дальше уже с паразитами идёт работа, с кандидой, с грибами, и уже заселяется хорошая флора. Вот эти как раз этапы, вот я рассказывала, мы полгода ждали, наконец-то у нас 1 октября у нас начинается, сейчас я не знаю, совпало, не совпало, так Юрий даже не знает, не знаю, говорить, не говорить, у нас сейчас как раз начинается марафон ЖКТ, да, для тех, у кого проблемы ЖКТ, они давно мы буквально сегодня это обговорили, потому что многие люди просятся, 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 и уже просто не остаётся выбора, и мы решили вот так, значит, дежурство. Биологические ритмы, сейчас, секундочку, биологические ритмы так устроены, что в сентябре, в конце сентября, в начале октября лучше всего проходить программу ЖКТ, биологические ритмы природы так устроены, и самые хорошие результаты, самые стойкие, именно осенью, когда человек, вот это три месяца, программа ЖКТ, она идёт ровно три месяца, её кандидат медицинских наук разработал Вячеслав Фантилевский, она, я её безумно люблю, безумно люблю этого человека, просто человек мира, мы сейчас приехали с такой масштабной международной конференции, вот только вернулись, и вы знаете, стал просто арена огромная, была там, не знаю, сколько тысяч людей, и все выходили, благодарили, каждый, наверное, второй этого удивительного человека, потому что спасаешь, там нутрициологи приехали, диетологи, врачи, натуропаты, и все благодарили, потому что всех клиентов, пациентов, и они сами оздоровились благодаря этой программе, ну это просто чудо, что оно делает, это мы каждый раз видим, и вот поэтому мы иногда люди просят, и под запрос уже запускаем такой марафон, он три месяца человек проходит вот эти вот этапы ЖКТ, он сразу покупает готовый набор продуктов, да, потому что Антелевский уже его сформировал, что на первом этапе с желудком работает, что на втором, что на третьем, она стоит на три месяца всего 15 тысяч без витаминов, там идет конкретно программа ЖКТ, фундамент, фундамент, то есть это такой фундамент, то есть вот что работает с желчоотоком, репейник там, там, что работает антипаразитарка, антикандидка, каприловая кислота из кокоса, ну то есть все натуральное, только натуральное, чтобы не навредило, и получается очень мощно у человека проходит, и вот 1 октября начинается первая предварительная неделя, и 15 тысяч на три месяца, представляете, всего 5 тысяч в месяц, ну это немыслимо, люди отдают по 150 тысяч на то, чтобы именно индивидуальные приемы каких-то там гуру, да, вот сейчас мы связываемся с людьми, которые к нам приходят, отдают на клиники, на дорогие диагностики, от одного, на лицо другого, от одного другого, а вот это вот по кругу идет, а эффект где, а где результат, то есть один, один доктор лечит один орган, другой, один щитовидку, другой сердце, третьей почки, если влечил еще, а то симптомы лечат. лечат и симптомы, но это просто... Нам надо двигаться, то мы застряли. Давайте мы кратенько пройдемте еще, друзья пишут. Я спрашиваю, как попасть на марафон, вы напишите, ну через Юрия мы не даем здесь свои контакты, напишите в своем чате, если он разрешит, мы просто сделаем для вас, ну такой, не знаю, подарок, наверное, откроем вам двери для марафона ЖКТ, стоит прохождение марафона ЖКТ стоит 5 тысяч, 5 тысяч, стоит само участие в трех этих месяцах, и мы можем там человек 10 взять без оплаты, вот сделаем такой подарок, но, естественно, это нужно, без программы там нечего делать, там только поучиться можно, а с программой ЖКТ, то есть это нужно купить и начинать, и действовать, не сидеть, не жаловаться, не болит, а просто один раз пропитие, это не больно, это приятно даже, просто пропитие, и всё. 59 участников, я думаю, что 10, может, человек 15, чтобы никому не понравилось. Ну, я не знаю, сколько можем взять, у нас тоже много участников. У нас будет дежурство, у нас будет каждый раз дежурить новые эксперты, новые врачи, то есть контролировать, то есть в любое время можно будет написать сообщение, задать какой-то вопрос, получить ответ, то есть всё будет находиться под контролем, то есть у нас эксперты спать и будут командовать. там очень большая работа идёт. И ещё тут написали такой вопрос, на зоне можно заказывать витамины, препараты, или лучше в аптеке купить? А я ответила про программу ЖКТ, это не на зоне, а именно нужно... Я просто пример хочу привести, что однажды у меня человек заказал, у него была онкология, и за неделю, за неделю у человека упала опухоль, и он поехал к доктору, посмотрели, и сказали, что опухоль значительно уменьшилась, боль прошла, и он лежачий был, начал ходить, двигаться, и он решил вторую бутылочку купить, и заказал на зоне, потому что надо было три дня ждать, а у него закончилось. А там, к сожалению, много из китайских детей. И прошла неделя, а у него пошло ухудшение, вторая неделя, и я не могу понять, почему он пьет хлорофилл, а идет ухудшение, было же так хорошо. А потом они сказали, что они не на сервисном центре заказали, а заказали на зоне. На зоне компания дает большие штрафы тем, кто продает, потому что на зоне либо оно перегретое на солнце, либо перемерзшее, либо срок годности, либо вообще там разбодяжили. То есть не выкидывайте деньги. Валберес лучше в специализированных зеленых аптеках покупать, да, вот, ну вот, не заказывать, очень опасно заказывать на маркетплейтах, ну, то есть вы должны понимать, какое качество, предоставляют ли вы там сертификаты, то есть по качеству мы проводим отдельное обучение у нас в институте, и специалист может определить по сертификатам, по тому, где находится производство, какой рейтинг производства в мире имеет доверие. То есть я бы свое здоровье не доверяла каким-то, ну, дешевым препаратам, которые там люди, вот, я попила, и отзывы хорошие. Не проверено. Ни в коем случае. Потому что, а каким боком это выйдет, а сколько там тяжелых металлов содержится, да, никто это вам не скажет. У нас, к сожалению, был летальный случай вот с сезоном связан, но, к сожалению, человека не удалось спасти, поэтому здесь очень аккуратно. Ладно, опять мы отвлекаемся. А как восстановить двенадцатиперстную железу, наверное, двенадцатиперстную пешку при сахарном диабете? Я скажу, что здесь надо решать вопрос с печенью. Как только вы проведете программу ЖКТ и проведете программу печени, у вас не будет сахарного диабета второго типа, он пройдет. Здесь, да, была инсулинорезистентность, сейчас у вас диабет второго типа, и, конечно, дефицит цинка, дефицит магния, дефицит витамина С, дефицит келпа, йода, который тоже закрывает все эти вопросы. Еще немножко у вас будет первый тип неизлечим. Убирайте срочно растительные масла. Поэтому, опять-таки, углеводное питание, мучные продукты сладостей, это то, что привело вас к этому заболеванию. И не все соотносят растительные масла, особенно рафинированные, дезодорированные, это для вас просто убийство. Убирайте. По поводу остеохондроза, остеохондроза, смотрите, между позвонками есть определенные такие диски. Соответственно, почему диски начинают вылазить, почему появляется грыжа? Позвонки, они немножко такого полукруглого, они должны вот так вот крутиться. Когда позвонки, когда из костей забирается кальций, они становятся плоскими, и любой сгиб позвоночника начинает выдавливать. Как только вы согнулись, он начинает выдавливать и происходит грыжа. То есть это говорит о том, что остеохондроз у вас уже давно начался и у вас давно уже кандиды, грибы, дрожжи живут в кишечнике. Вам нужно срочно менять микробиоту. Это единственная причина и больше вам ничего не поможет. Не поможет вам кальций, ничего не поможет, пока вы на таможне не поменяете, на друзей не поменяете. У вас всегда будет идти с кишечника кислота, даже если вы будете кушать хорошие продукты. Татьяна, да, вы проходили если диагностику, тем более пора начинать. Обязательно, я думаю, что на марафоне это будет очень круто, потому что там рецепты, там поддержка, это дорогого стоит. Напишите, те, кто хочет попасть. До 1 октября напишите, сразу. Хочу на марафон, да, и я думаю, что сделаем такой подарочек. Дело в том, что очень важно, друзья, чтобы попасть на марафон, пройти диагностику. Не просто купить, если попить, а всё-таки нужно провести консультацию и указать конкретные симптомы, проблемы, причины. Может быть, у кого-то щитовидная железа, у кого-то сахар, как я вижу, диабет, у кого-то суставы. У каждого будет своё какое-то расширение. Лично у нас консультация, она очень дорогая. Ну, сразу предупреждаем, потому что мы преподаватели, у нас статус, Виталий доктор наук, да, соответственно. Поэтому, если вы, с вами, консультируют вас непосредственно, вот, я знаю, что Ирина, Юрий обучались на курсе диетологии, они могут, могут вам помочь, составить аналитический тест и уже выходят к нам в рамках обучения в институте. Есть такая возможность круглых столов, консилиума, они выходят на консилиум, мы рассматриваем в рамках консилиума, это в рамках обучения в институте, да, и даём обратную связь. То есть, вы можете пройти диагностику, но это будет стоить не 30 тысяч, как обычно, попасть к нам на приём, ну, там, минимум одноразовая консультация, это 10 тысяч, с введением, это 30 тысяч, у нас, а можете, затратив всего 2 тысячи, да, за именно круглый стол. Вот, то есть, что это значит? С вами, вам могут помочь, ну, если, опять же, если Юрий не против вам помочь, там, или Ирина, если есть время, вот, то есть, они полностью заполняют весь аналитический тест и с ним мы уже, вы выходите на консилиум, мы задаём сопутствующие вопросы и говорим алгоритм действия индивидуального подчеловека. На марафон ЖКТ можно пойти без индивидуальной диагностики, то есть, прийти, купить программу ЖКТ, пройти марафон, всё равно так делают ноги, всё равно эффект будет, но он не такой точечный, потому что это хорошо для профилактики, вот, если у меня всё хорошо, я для профилактики просто, просто пью программу ЖКТ. Я скажу, что есть проблемы, если есть какие-то проблемы, да, например, там, желчатока, например, нет, а вы начали, допустим, паразитов травить, да, паразиты умирают в кишечнике и, соответственно, всё это идёт в кровь, а кровь проходит через печень, а желчатока нету, и получается токсическая нагрузка, и у человека начинаются прыщи, чары, то есть, идёт реакция, поэтому сначала надо всё правильно сделать всё-таки, можно с ЖКТ, а можно с каким-то расширением, поэтому важно всё-таки посмотреть, что у вас с печенью происходит. Участие, сколько стоит марафон? Участие в марафоне мы сбросим потом, если нужно ссылку, там подробно написано, участие в марафоне стоит 5000, марафон идёт 2 месяца, программу вы пьёте 3 месяца, программу пьёте 3 месяца, просто 2 месяца под поддержкой кураторов, экспертов, они вас обучают, и дальше 3 месяца вы уже сами знаете, что делать, там несложно. Получается, что повторяется, 3 месяца и 2 месяца, то есть, 2 месяца и 3 месяца так же, 15 дней уничтожаются, патогены, мы 10 человек без оплаты могут попасть, могут оплатить только 2000 за индивидуальную диагностику, это символическая стоимость. Я бы знаю, что я бы сделал так, может быть, всё-таки, кто успеет до 1 числа попасть, тому можно без оплаты. А кто уже после первого, тому... Виталий, добрая душа. Тому с оплатой. Виталий вообще по призванию христианский проповедник, он очень многое сделал для людей, очень много людей спас, он не рассказывает о себе, но он готов делиться, дать последнее. И у нас есть лимит на участие в марафоне, мы же не можем много людей вести, потому что каждому нужно внимание. Просто я смотрю, пишут, и уже здесь около человек, наверное, 80-ти написали. И я уже не знаю, что с остальными делать. Поэтому давайте так, кто успеет до 1 числа на консультацию к Юре записаться, те попадают бесплатно. Хорошо. Надеюсь, мы вместе всех. Ну что, давайте будем заканчивать. Уже время позднее. Мы хотели около часа провести с вами такой эфир. Будем рады, желаем вам искренне, друзья, всем вам здоровья. Здоровья вашим деткам, здоровья вашим близким, вам, потому что когда ты здоров, ты начинаешь, ты можешь жить полноценно, ты себя реализовываешь, ты можешь жить счастливо в полноте, ты можешь достигать чего-то в этой жизни, и делать этот мир лучше. А когда ты болен, ты, к сожалению, не в той мере, не в полноценной мере сможешь реализоваться. А это очень важно. И помочь этому миру. Мы этому миру очень нужны. каждый на своём месте, я думаю, что-то делает хорошее, правда? Там спрашивают, как можно получить консультацию у вас, моей дочери. Давайте мы сделаем так. Вы через Юрий, через Юру, да, вот, решите этот вопрос, и мы потом вместе созвонимся, может быть, втроём, и пообщаемся, узнаем, что там у вас с вашей дочерью. Я хотел бы узнать, был ли полезен сегодня эфир для вас? Дал ли он какую-то ценность, важность? Получили ли вы для себя какой-то ответ? Да, большое спасибо. Очень-очень много. Да? Так вот, да. Да, очень полезен, очень полезный эфир. Благодарю. Спасибо. Вы суперски, Лилия, спасибо огромное. Очень приятно. Большое спасибо. Спасибо, спасибо, Господи, спасибо. Так, напишите, что я, Ольгу, хорошо. Ну, всего, всего доброго. Наши врачи ничего подобного не объясняют, к сожалению. Но мы сейчас делали, делаем программу, мы создали на базе Дрезденского института Ассоциацию интегративной натуральной медицины для обучения врачей, потому что они тоже понимают, что, ну, скажем, медицина зашла в тупик, она симптоматически работает. Есть боль, убираем, есть холестерин, статины, а то, что статины потом приводят к инсульту, к инфаркту, это уже доказано. Статины — это не про здоровье, это про коммерцию, это тоже уже доказано. К сожалению, они тоже это видят. Поэтому многие врачи сейчас идут в сторону превентивного, профилактического, интегративного, комплексного подхода и приходят на обучение. Сегодня многие врачи, да, на самом деле, хотят сказать. И сейчас приходят к нам, учатся, обучаются, благодарят за опыт, которые... Мы только что были на, можно сказать, международной конференции, да, и там ромбок Людмила, у неё Вячеслав Антелевский обучался, да, он сейчас кандидат наук, вот, и она сказала, она основоположник натуропатии в Белоруссии, то есть человек, который привёз нутрициологию. Уже там больше 20 лет. Так вот, она говорит, что самые больные люди, которые вам на пути могут встретиться, это врачи. Поэтому они, говорят, все перерезанные, все больные, до 60-ти, говорит, мало кто, говорит, доживает, и поэтому больше всего им нужна помощь. Да, она сама врача, великолепный онколог, эндокринолог, тоже обучает врачей. Так же, как и Вячеслав Антелевский, который создал программу ЖКТ, он был научным консультантом в одной из самых ведущих мировых компаний по производству витаминов и минералов, Nature Sunshine. И вот на этой линейке он создал программу ЖКТ, которую, я говорю, там просто люди вставали, вот мы на этой конференции были, я сидела, плакала, потому что каждый выход, люди просто ему стоя аплодировали, он очень скромный человек, но необычайно душевный, многих людей спас. И вот благодаря этой программе этот зал просто аплодировал. Вы знаете, у нас есть курс, благодарили его очень сегодня. Курс называется «Семейный нутрицолог». И когда к нам приходят люди, я иногда задаю им вопрос, вы хотели бы просто получить здоровье? Второй вопрос, вы хотели бы получить здоровье и пройти обучение, чтобы знать, почему пришла болезнь, как надо дальше жить, чтобы не было болезней. И попал медик. И медик, когда прошёл курс «Семейный нутрицолог», она говорит, за пять лет в институте, ничего такого подобного мы не слышали. И если бы этому обучали, то я уверена на 100%, что не было бы больных людей. Поэтому у нас и медики, и кандидаты наук тоже обучаются. И говорят, вот теперь у меня по пазам всё сложилось. И простые люди тоже. И мы так простым языком пытались донести каждому, чтобы визуализация была, чтобы человек видел эти органы, показывали, что, как происходит на молекулярном уровне, чтобы любой человек мог получить соноседание. И, конечно, проходя курс «Семейный нутрицолог», человек уже никогда болеть не будет. Ну, на марафоне ЖКТ это тоже как мини-курс такой получается по нутрицологии, потому что там по полочкам. Они так марафон мудро сделали, как обучающий проект. И наша миссия именно помочь, чтобы люди понимали, из-за чего они болеют, вот эту базу, основу, и сами начинали себе помогать, чтобы они не пользовались костылями или услугами, платили там диетологу нутрицологу. Они сами понимали и сами помогали своим дедкам, близким вот этому. Там сообщение интересное пришло, что такое глютен и с чем не выедет. Да, 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 да. Раньше вообще всю жизнь ели и не говорили, почему пшеница была другая. Когда уже генномодифицированная пошла, раньше было 24 хромосомы, а сейчас 48. То есть ее генномодифицировали. Раньше пшеницы, пшеничные поля были высокие. Кто помнит эти колоссии? Я бабушке приезжала в детстве. Я родилась больше 50 лет назад, я помню. И вот мы идешь, и колоссии эти огромные. А потом, когда под комбайны сделали уже пшеницу вот такой низкой, генномодифицированной, и там больше клейковины. Плюс еще дополнительно глютен добавляют в выпечку, чтобы она была пышная. Раньше же не было, помните, вот таких пышных булок. Был батон, вот такой вот батон. Да, был там черная буханка хлеба в советские времена. Вот это настоящий хлеб. И настоящий хлеб, он даже, цельнозерновый мукет, будет серый, как ржаной. Он темный. Моя бабушка, она славилась, лучшая была в деревне по выпечке. Я удивлялась, ее хлеб, он был такой темный, хотя из пшеницы. Вот, он должен быть. А сейчас много отбеливателей кладут, к сожалению, в хлор, в том числе, туда входит, да, в эти белые булки, в муку. Почему не очень хорошо вот эту высшую сорт покупать? И много дополнительно сыпят глютена в выпечку, чтобы выпечка была пышная. И вот это излишнее количество глютена, к сожалению, это клейковина. Кто обои, помните, клеили обои на этот клейстер варили сами из муки? Вот этот клейстер забивает портиночки кишечника, когда его много. Вот раньше в этой зерне было мало глютена, а сейчас вывели такие сорта, где много, чтобы булки были пышные. Но это клейковина в арсенке кишечника забивает. И потом, к сожалению, идёт... Они проходят минералы, витамины, во-первых, туда. Во-вторых, происходит то, что клейковина срезает, вы хотите, и жиры. Только углеводы начинают получать от целиакии. И самое опасное то, что когда синдром дырявого кишечника и вы съели мышечные продукты, то вот этот чужодный белок проникает в кровь, и он по сходству схожен с белком, белок похож на щитовидную железу по составу. И иммунитет видит чужеродный белок, начинает уничтожать этот белок, и автоматически он начинает уничтожать собственную щитовидную железу, потому что белок очень похож. Вот когда вы поживёте пшеничку, положите водичку, прорастите её там 3-4 дня, да, она побудет, возьмите в рот, пожуйте. И когда вы жуёте, 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 не проглатывайте её только, жвачка такая. В конце концов получается вот такая жувачка, и можно стянуть. Ну, в детстве такую жвачку делали. Вот это и есть глютен, чтобы вы понимали. Но то, что сейчас Оксана сказала, здесь идёт ещё важный момент, что глютен идёт вместе с антибиотиками. То есть, перед тем, как пшеницу глифосат называется. И чтобы не тратить электричество и всё остальное на неё время, её поливают глифосатом. Под пшеницей вся трава высыхает. Вы видели поля, да, что там ни одной травинки нету. Высыхает пшеница, сгорает просто, сгорает. И вот это пестицид. И эти пестициды мы начинаем есть. И оно непонятно. Не то от пестицидов, сегодня очень сильнейшие такие воспалительные процессы, микробиоты уничтожаются, не то от глютена, короче, всё в комплексе. Ну, по исследованиям, вот сейчас, ну, я же говорю, очень много исследований приходится штудировать, причём там по глифосату идёт очень много, много, много и аллергических реакций у людей. Почему забирают у них вот этот глютен, да, ну, то есть выпечку забирают, вот эти все пшеницы, крупы, и человеку лучше. Потому что он ещё от этого токсина избавляется от пестицидов, глифосат. Это сильнейший антибиотик и такой, ну, яд, раундак, кто раундапил там на даче. Ну, вот это и есть глифосат, он очень опасный. Вот. Это сегодня у нас с вами такой мини-курт по диетологии, да, мы прошли с вами очень многое. Ну что, всё-таки будем прощаться, всего доброго, до встречи на марафоне, там будет ещё круче, ещё больше, ещё интереснее, много будет сильных врачей, экспертов, так что те, кто записался, вы большие молодцы. Всего доброго, друзья, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok